Друзья мои, здравствуйте! Впереди еще целая неделя марта, а мы как никогда уже начинаем работу в саду. Вот такая ранняя весна у нас. Уже в 15 марта я открывала розы проветриваться, потому что побежали ручьи, все начало активно таять, и, конечно же, беспокоишься за розы, как они там не сопреют ли. И вот так рано в этом году я открывала розы на проветривание. После видео, в котором я рассказывала о совместной посадке клематисов на одну опору, очень много вопросов, как я выбираю клематисы третьей группы и стойки, на которые посажен еще и княжик. Да, друзья, я не сказала об этом, но, конечно же, это труд. Придется очень аккуратно, не спеша, повыбирать плети клематисов и стойки, чтобы не повредить плети княжиков. Это лучше делать весной. Клематисы обрезаны, и они сейчас хрупкие и ломкие, и можно, в общем-то, их просто переломать. Княжики их хорошо видно. Клематисы третьей группы, вот с этой стороны, которая растет, он обрезан был на зиму, закрыта только зона корней. Вот, посмотрите, с этой стороны растет княжик, с той стороны клематис, вот с этой стороны клематис третьей группы обрезан, и с этой, с четвертой стороны, там тоже молоденький клематис. Все они обрезаны на зиму и укрытые. Вот сейчас нужно просто вот это все не спеша повыбирать, аккуратно, не обрезав плети княжиков. Посмотрите, их хорошо видно, они различаются по цвету. Вот эти ломкие, сухие, хоть и зеленые, но, конечно же, они обрезаны и не жизнеспособные. А вот это плети княжика, они более темные, и сейчас тоже выглядят неживыми. Но поверьте, как только потеплеет, немного прогреется земля, очень быстро выпустят зеленые почки. Вот так вот, не спеша, не дергая, а прям буквально по 10 сантиметров, вырезая плети клематисов, третьей группы из княжиков. Вот такую работу я буду делать еще в оставшиеся дни марта и начало апреля. Я понимаю, что можно, конечно, себе упростить работу и не сажать на одну опору. Если у вас есть место, если есть такая возможность, конечно, лучше сделать так. Но вот мне приходится все это совмещать, чтобы как можно больше сортов клематисов использовать на небольшой площади сада. Ну и в том числе, мне хотелось бы, чтобы стойки мои клематисами цвели с ранней весны до поздней осени. А это можно добиться, только посадив на одну опору разные сорта клематисов с разным сроком цветения. После того, как я очистила полностью княжик от клематисов третьей группы, вот теперь остались только плети княжика, осталось очистить его от прошлогодней листвы. Можно взять вот такие проволочные веерные грабли или обыкновенную метлу и просто постучать вот по этому все. Смотрите, как легко облетают эти листья. Они сухие. И аккуратненько вот так вот потрясти княжик и все листья осыпятся. Можно это сделать сейчас, а можно подождать еще пару недель, когда листва еще лучше высохнут. Но и не только на стойках у меня растут княжики, они у меня растут на всех металлических опорах, разделительных стенах и декорируют бетонные заборы и металлические заборы. Здесь очищаем листья точно так же. Друзья, вот это самый первый мой княжик, всем так полюбившийся сорт сисиль. Он очень старый, ему уже больше 8 лет. И в этом году я планирую его обрезать полностью под ноль. Растет вот основание куста вот здесь. Находится, посмотрите, какие одревесневшие толстые побеги, как у девичьего винограда. Вот сюда я его весь растянула. Так как опора невысокая, всего метр двадцать, куда расти этой высоте? Все плети располагаются подлиннее. В этом году я этот княжик буду обрезать полностью, то есть буду омолаживать. Страшно, но я уже пробовала и знаю, что все будет хорошо. Покажу вам обрезку, покажу вам результат, который будет после того, как на сильных корнях пойдет молодая поросль. С княжиком все будет в порядке. После цветения весеннего я буду его обрезать на омоложение. Вот это плети уже очень старые, и их нужно, конечно же, удалить. В свое время и ваши княжики, которым исполнится восемь и более лет, потребуют такую же кардинальную обрезку. Ну и здесь, в арочном туннеле, у меня тоже здесь на хорошем освещении, потому как это с северная сторона за домом, где больше освещается, растут и клематисы, и княжики. Вот точно так же хорошо видно, вот это клематис третьей группы обрезки. Он обрезан на зиму, но он просто остался здесь. Сейчас я его уберу, обрежу, наломаю и освобожу плечи княжиков. Вот княжик, он поднимается по опоре, и его просто нужно обтрясти так же листья. Дальше в глубине арочного туннеля растут только клематис жгучий и девичий виноград. Только они выносят такое затенение. Девичий виноград мы расположили по всей поверхности стены дома. Это северная сторона дома. Держится он на цепях, шаг натяжения 50 сантиметров. Очень красиво смотрится это все летом. Ну а дальше по туннелю растет у меня клематис жгучий. Я его точно так же оставляю для снегозадержания, для ветрозащиты. Вот сейчас уже снег сходит, открывает полностью плети, которые нужно срезать. И вот опять же плети княжика и плети жгучего, они ломкие и хорошо видно. Поэтому никаких проблем с тем, чтобы из одного растения вычистить другое нет. Но конечно же потребуется время, терпение и аккуратность. Стена сетчатая с соседями разделительная у меня засажена клематисом жгучим. Его нужно просто обрезать у основания. Это третья группа, этот клематис травянистый. И были вопросы по поводу его размножения черенками. Нет, друзья, он черенками не размножается. Это или деление, или семенное размножение. Сейчас я пройду и просто на основании, вот там где сейчас уже снег сошел, можно просто срезать на уровне земли. Можно даже пеньков не оставлять. И потом просто эти плети все содрать и убрать на компост. Вот клематис жгучий. У него прямо стоячие побеги. Легко ломается, убирают от опоры. Точно так же из княжика аккуратно надо будет вырезать со стойки. Весь мой участок обнесен сетчатым забором. Это сетка металлическая, ячейка 15 на 15. И везде у нас растет девичий виноград. Конечно, девичий виноград выручает во всех отношениях. Во-первых, он закрывает все соседские постройки. У нас крайний участок. Он закрывает меня от улицы, от ветра, от шума, от пыли. Но его, так же как и все другие многолетники, как княжики, тоже необходимо обрезать и контролировать. И если не делать регулярную обрезку девичью винограду, он будет неопрятный, неаккуратный. Это будут копна старых веток запутанных. Вот сейчас точно так же я буду вот эти все длинные тонкие ветки, вот эту, скажем, плоскость, вот так вот все срежу. Оставлю только те побеги, которые растут непосредственно на самой сетке. Вот эти телетные ветки останутся. Вот это все, что свисает, я буду обрезать. Такую работу я провожу ежегодно. Это позволяет мне держать девичий виноград в определенных рамках. Он аккуратный, у него красивые крупные листья. Ну и, конечно же, он очень агрессивный. И если вы не будете его контролировать, он заполонит вам весь сад. Обычно только 1 апреля я снимаю с роз снег, если он к этому времени не сошел, и начинаю розы проветривать. Но вот в этом году весна вот такая теплая, и пришлось мне аж 15 марта открыть розы на проветривание. Проветрив буквально пару часиков, я снова розы закрыла, потому что уже буквально через 2 дня выпал снег. Ну вот смотрите, опять прошла неделя, опять этот снег растаял. Но еще тепла нет. И вот как ранее бы не была весна, все равно раньше апреля никаких работ по розам делать не получается. Сейчас нужно запастись препаратами, которые нам понадобятся в первую очередь для обработки роз. Первый препарат, который я буду использовать, это топаз. И можно обрабатывать сад уже при плюс 3 градусах. С шагом 7-10 дней хорус и скор. Вот эти три препарата нам сейчас понадобятся не только для роз, а для всего сада. Части сада, которые лучше освещаются солнцем, уже потаяли. Потихоньку открывая укрытие, вот здесь у меня под пирамидками помечены укрытие клематисов, здесь розы. Хочется прям заглянуть и посмотреть, что же у нас нынче с розами. Но вот на этой стороне, где тень от забора, посмотрите, сколько лежит еще снега. И хорошо, что я его сняла, он мокрый и тяжелый. Заглянем, посмотрим, как там наши розочки. Для того, чтобы это проделать, придется буквально лечь на землю. Но заглянуть очень хочется. Салфановую пленку я потом просто вытяну. И два укрытых материала, которые, в общем-то, останутся еще в течение апреля. Закрывать розы и буду все укрыть и снимать постепенно. Смотрим. Ну вот, повреждения от мышей. Кончики погрызли. Появилась у основания роз плесень. Значит, можно заряжать уже опрыскиватель. И сюда под укрытие брызнуть на основание кустов топазом. В целом, ветки зеленые и обозначились уже почки. Ну а пока я все верну на место и прикрою. Ближайшую неделю тепла не обещают, поэтому розы еще до 1 апреля будут укрыты. Ну и заглянем под эти два укрытия. Раз, ну, заглядываем. Ну, вот и здесь у основания роз появилась плесень. Все розы сами зеленые. Укрытие я вновь опущу. И посмотрю здесь. Это аспирины. Вот такие, смотрите, все зелененькие, как огурцы. Ну вот видите, друзья, как хорошо, что я заехала сегодня в садовый центр и купила нужные мне препараты от болезней. Сейчас я заряжу опрыскиватель, удлиню трубку и постараюсь максимально с одной стороны и с другой стороны опрыскать вовнутрь розария по земле и по веткам. И уже сейчас, без снятия укрытия, сделаю первую обработку препаратом ТОПАС. Если вы живете в более южных регионах, я думаю, что все, что нужно, вы уже сделали. А те, кто живет в северне и еще на розариях лежит снег, 1 апреля, смотрите, конечно, по своей погоде, по региону. Может быть, это нужно будет сделать на неделю, на две позже. Но, тем не менее, ориентировочно 1 апреля снимаем с розарии в снег и начинаем проветривать. Ну, а там уже шагом в неделю постепенно снимаем целлофан, снимаем один слой укрывного, оставляем второй. До конца апреля я оставляю розы, прикрытые одним слоем укрывного материала. Это больше притенение, нежели укрытие. И опять же, могут быть разные погоды еще вернуться, и возвратные заморозки, и снег выпасть. Пусть наши розы будут в защищенном пока месте находиться. И как только прогреется хорошо земля, это мы проверим помидорным штырем, на длину земля должна прогреться не менее 50 сантиметров, можно будет снимать полностью укрытие с роз. А потому что к 1 мая я всегда убираю свой сад и рабочие сады, подготавливая его к весеннему празднику. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ